всем привет это ильин сергея он же серене из гатчины и сегодня у меня бомж репортаж будет про супы из пятерочки точнее даже не из пятерочки из позорного семишагова где цена ну ниже некуда значит 4 супа купил консервированных от разных производителей полновкусия буздяковский консерватория вкуса и некий натурал по сортам ну типа борщ типа солянка типа гороховый и типа рассольник для полного комплекта конечно харчо не хватает ну да ладно я так немножко погуглил про производители они что характерно все разные если говорить о полновкусии то это питер и у них есть ну вот борщ рассольник щи до полный комплект солянка грибной гороховый фасолевый рагу и тут еще даже есть несколько страниц ну тут уже всякие разносолы это уже менее интересным отлично для меня если говорить про буздяковский так во первых это не питер это 347 347 это наверное уфа надо потом будет проверить что тут есть тут есть чечевичный овощной суп есть борщ опять же гороховый раз у заправка для рассольника универсальная солянка рассольник борщ и харчо так что если посмотреть консерватория вкуса что здесь написано и откуда они вообще но опять же представлен весь комплект популярных русских первых блюд разные виды солянки на рагу опять же огурцы лечо икра джика баклажаны да кстати контакта если щелкнуть что тут будет нарисовано что офис в питере представительство склад а производство белогородская область вот как издалека везут а те из уфы что ли получается но это не выгодно то есть почему тогда спрашивается что все эти супы стоят 79 рублей всего и баночки может хватить на две приличные порции то есть человек может вполне себе питаться на 79 рублей в день получать необходимый комплект и витаминов тут же все натуральное и калорий то есть вполне нормально можно жить на 79 рублей в день если уж совсем припрет так а это у нас агриппина о о почему я загуглил агриппину потому что если я натурал фирму искал овощи то ничего не находил но на баночке здесь есть приписка что это завод агриппина но агриппина так агриппина брянская область то есть тоже издалека откуда-то где у них продукция так стать у них только прайс листь но мы на него смотреть не будем нас он сейчас не интересует вот короче по методу приготовления по супам ничего сложного тут нету вываливаешь все это в миску добавляешь воды на свой вкус то есть хочешь густой хочешь пожиже и в общем варишь минутки три четыре пять тоже одно усмотрение мясо в этих супах не предусмотрено поэтому я когда буду ну знакомиться с каждой баночкой составом покрошу туда сосиски и скорее всего буду добавлять вот такую тему пару-тройку капель чтобы было экстремальненько эта тема называется капсаицин вот можно даже вот на вайлберис посмотреть это супер мега жесть самый-самый что ни на есть экстракт красного перца но если там отзывы посмотреть что по нему пишут я уверен что все такое мега острое очень долгое но это невероятно острый пришлось запивать молоком очень острый но люблю я такое дело короче будет у нас там ям рассольник там ям гороховые там ям солянка там ям борщ и все это дело я буду употреблять из такой аутентичной японской тарелки и аутентичной японской ложки так что вот и просто интересно посмотреть насколько это в принципе вкусно и съедобно начать решил с рассольником от фирмы от производителя полновкусия срок хранения целых три года надо сейчас на сайте а вот он подробнее тут баночка и фасов профиль есть значит можно увеличить можно листать значит состав картофель свежий огурцы соленые перловка соль заправка в том числе лук репчатый свежий морковь столовая свежая томатная паста 30 процентов масло растительное мука пшеничная перец черный горький лавровый лист и биобезопасный продукт калорийность 140 килокалорий на 100 грамм то есть 140 на 5 получается 700 килокалорий но в принципе такую баночку реальность съесть в один заход способ приготовления содержимое банки разводят водой в соотношении один полтора то есть что залить пол литра примерно ну там под себя подстроиться сколько вот покажется нормальная густота столько и залить кипятить 34 минуты после вскрытия хранить а я все сразу съем я не буду ничего хранить наверное мне понадобится пачка сосисок да определенно и на эти четыре супа обозреваемых у меня будет пачка сосисок равномерно распределенная по этим супам ну и сметана наверное понадобится и вот тот самый капсицины которым я говорил супер острый ну что ж пойду на кухню мы открою баночку и добавлю воды поставлю на огонь добавлю сосисок сметаны вот и посмотрим что же это такое вообще ну вот пришел на кухню открыл баночку вот так это все смотрится в качестве сосисок будут выступать вот такие сосиски самое обычное ну и сметана будет у нас кто там горки до горки ну окей вот этот капсицин вот эта моя тарелка из которой я буду все это дело кушать так наверно одной рукой неудобно я сначала все переложу миску потом нарежу сосиски и потом уже возьмусь за камеру ну вот так все высыпал накрошил сосиски кстати их было 7 штук не 8 7 на 4 не делится ну значит на какой-то суп пойдет одна сосиска вот и ставим все это дело сюда заливаем ну блин я не знаю сколько я меньше залью чем я люблю густой суп лично мне вот надо так вот нормально может совсем еще чуть-чуть немного вот так и включаем комфорку греем 4 минутки пускаем слюнки перелил в свою японскую тарелку получилось дофига вообще берем побольше сметаны сюда и берем совсем немножечко совсем немножечко этого капсицину но вот даже это количество которое сейчас вот в тарелку погружаем более чем достаточно то есть уже будет адский ад все это перемешаем основательно и я пойду в комнату отнесу эту тарелку буду перед компом медленно и и поедать так я перебрался к компьютеру и вот помешаю немножко по показываю что там плавает и пробуем ну по мне так очень даже здорово по остроте самое то как вот я люблю именно и потом все ну да все натуральное свежая не сильно то домашний рассольник если заморочиться над его приготовлением лучше получится а по цене так вообще выигрыш на и килокалорий аж 700 можно весь день питаться в общем просто находка какая-то ну вот все я благополучно съел остался только вот кусочек лаврушки здесь и могу сказать что мне понравилось сытно вкусно и я не сомневаюсь что полезно то есть вот этого производителя полновкусия я рекомендую а помимо рассольник у них еще есть борщ и свекольник солянка грибной гороховой фасолевой и я почему-то не сомневаюсь что они тоже вкусные для чистоты эксперимента конечно надо бы попробовать и их но просто в магазине что рядом с домом у меня продается только рассольник поэтому так вот ну переходим к баночке номер два настало время борща со свежей капустой натурал как она там анти гри анти грибчина не сейчас как раз кстати немножко приболел было бы в тему так хищи рассольник находим этот борщ ну упаковка немножко отличается свекла капуста картофель лук морковь томат паста жир животный что такое жир животный масло растительная мука пшеничная сахар соль пряности лимонная кислота е-330 хранение срок нет там было на банке а вот здесь 19 04 22 3 года но тоже там тоже было три года и здесь три года ну ладно пойду на кухню все в миску разбавлю водой добавлю сметанки сосисок и своего мегаострого ну добавки мегаострой ну кстати вот борща оказалось если в такую же миску выложить визуально почему-то объем меньше или мне кажется картошка такими длинными ломтиками построгано и там и тут есть вода уже то есть если даже разводить с водой то я бы вот лично совсем немного долил и так вполне себе на мой вкус так сосиски короче и поставим на газ вообще вот разбавил даже какой-то цвет нездоровый какой-то вообще водянистый в общем я поставлю на 4 минутки погреться добавлю сметану капсицин ну и буду пробовать убеждаться насколько борщ отличается от ну пока что эту красот не пробовал перелил все в тарелку добавляю сметаны а или добавляю жести жесть растворяйся вот все это аккуратно перемешиваю несу в комнату чтобы попробовать и так я перебрался к компьютеру наворочаем ложкой смотрим что тут можно понаблюдать тут в основном картошка капусту я почти и не вижу ладно пробуем ну что-то здесь не докрутили чего-то здесь не достает понять что кстати уксуса тут не написано что есть уксус почему вообще нет уксуса возможно его возможно немножко не досолено но это можно скорректировать домашними средствами все что не достает на кухне ведь можно раздобыть и добавить наверное это я сейчас и сделаю вот добавил на свой вкус соли с уксусом хотя здесь лимонная кислота есть может она как бы выполнять роль уксуса но вот лично мне кажется что что-то было не так но уже лучше но все равно но я уж молчу про идеально вот теперь можно в принципе да и даже и съесть в общем я съел на половину в принципе это съедобно но почему-то каждая последующая ложка дается с все меньшим энтузиазмом поэтому сделаю паузу может там часик пусть пока постоит баночка номер 3 гороховый буздяк ский может возникнуть вопрос а какая судьба постигла борщ недоеденный а судьба его постигла такая что я не смог вернуться к доеданию как-то не тянуло не зашел он мне по понюхал поставил в холодильник потом через день понюхал и выбросил в результате не понравился в отличие от рассольником который тестировал я первым номером вот значит гороховый еще раз пробегусь по сайту производителя тоже есть у них и борщ и овощное чечевица так это заправки вот рассольник солянка щи гороховый харчо гороховый щелкаем значит описание суп гороховый это готовый домашний суп который соберет за столом всю семью приготовить очень легко содержимое банки стоит развести в приготовленном мясном а они типа хотят чтоб я в мясном бульоне а не просто водичку добавлял капитить всего 3-4 минуты идеально подходит ну понятно короче состав я-то буду не мясной бульон я просто сосиски добавлю как и в предыдущих случаях состав горох морковь лук петрушка сушеное масло соль лавровый лист перец красный молотый ну в общем все ясно и понятно 500 грамм а калорийность калорийность у нас 165 умножить на 5 ну как и в предыдущих случаях иду на кухню открываю и буду готовить открыл банку высыпал в миску получилось вот такое слипшиеся месиво выглядит не очень аппетитно честно говоря все вот комком можно вот морковку рассмотреть или вот там горошины например помятые так короче добавляем сосисок вот и ставим на огонь не знаю много мало поход дела разберусь 3-4 минуты прошло время перелил в тарелку добавляю своей любимой жести острый приострый перемешиваю на еду в комнату к компу пробовать так давайте рассмотрим этот суп во всех подробностях ну и вот первая ложка да блин все сосиски попадаются первая ложка блин что-то он какой-то никакой то есть совершенно не не от души какой-то ну видно что готовил ну просто на конвейере все это делается и я не знаю каким это образом на заводах по банкам разливается во первых соли нету вообще я подсолю сейчас немного ну и в принципе какой-то он нейтральный суррогатный такой чтобы не для вкуса вкуса тут практически нету просто чтобы набить живот я так думаю но ведь первый то суп из этих из этой четверки который рассольник мне более-менее понравился поэтому интересно это дело в производителе или просто рассольники везде такие вкусные или может просто я больше да не я одинаково все эти супы люблю в общем странно сейчас подсолю буду есть дальше сделал еще несколько ложек и понял что этот суп наверное постигнет та же участь что и борщ только борщ я съел по моему больше чем несколько ложек здесь же вроде как я и не то чтобы сильно голодный но голодный в принципе если вообще было жрать ничего я бы это съел потому что съедобно да но не вкусно это сто процентов в общем скорее всего придется выкинуть и получается что у меня остается только одна баночка солянка от другого производителя и какие-то после поедания этой солянки выводы нужно будет сделать в общем не откладывая в долгий ящик решил солянку прямо сразу же и открыть поскольку гороховый суп есть был ну никак не в состоянии значит еще раз пробегусь по сайту производителя это консерватории вкуса где тут супы начинаются рагу повидло солянка грибная из квашеной просто классическая и что все из супов что правда все то есть они на солянке специализируется так откроем щелкнем посмотрим так стакс капуста квашеные огурцы соленые масло сахар лук томатная паста пряности что еще здесь говорится а ничего в общем ничего другого не остается кроме как открыть банку на кухне и рискнуть попробовать и так значит солянка вот так она выглядит если вывалить миску то есть много капусты и у меня остались и вот горохового супа сосиски поэтому я их сюда переложу чего добру пропадать и опять же на плиту и водой залить ну кстати она не такая уж и твердая солянка довольно таки водянистая было поэтому воды наверное я думаю хватит вот так и опять же включаю газ на 4 минуты такая вот получилась солянка пахнет если честно тоже совершенно не аппетитно но что делать надо будет пробовать солянку мы сметаны добавим и добавим острого вот все это перемешаю хорошенько принесу к компу что-то эксперимент не задался я думал будет лучше будет нет это все конечно съедобно до спору нет с голодухи если и не такое съешь надеюсь окажется более вкусный нежели предыдущий супешник не так короче солянка опять же шаримся ложкой смотрим на ну красотой бы я это не назвал смотрим на то что смотрим в общем капуста сплошная огурцы еще вроде должны быть но я их не вижу ну как бы до настоящей домашней солянки тут как пешком до луны но все таки лучше нежели предыдущий гороховой ну да это возможно и даже доем до конца хотя если честно ничего вкусного он кстати хотел пропиарить еще следующий свой ролик накупил очень много консервов армянских экофудовских довольно таки дорогих здесь том ям с осетром и там много чего из форели и семги осетра в общем кучу таких консервов тоже буду обозревать и я практически уверен что это будет гораздо вкуснее нежели мой вот этот настоящий эксперимент вот до этой отметки сил моих хватило и я понял что больше в меня не лезет но банально неприятно банально невкусно и можно сказать что даже ком горлу подходит зачем себя насиловать и да я понимаю с одной стороны что это съедобно да если хочешь выжить за 79 рублей в день это нормальный вариант здесь все как бы натуральные ингредиенты но вкус ужасный особенно это актуально не хотелось бы переводить мысль ну ладно я все равно скажу как вот живут на в нашей стране при путинском режиме пенсионеры в кошельке копейки и я столько вижу наблюдаю бабушек ну в питере у метро стоящих просящих милостыню это при таких богатейших природных ресурсах запасах страны но эта тема отдельного разговора на этот репортаж все-таки про супы эконом класса да прожить на них можно но это в общем испытание для тех особенно кто привык вкусно покушать набить живот вполне естественно получится и вот из этой четверки первая вот выделилась для меня это полновкусие и мне немножко интересно это было связано именно с тем потому что это был рассольник или вся продукцию полновкусие тоже такая достойная может как нибудь проверю но вот этих вот трех остальных производителей я бы не советовал ни в коем случае вот такой был в общем репортаж про супы это был ильин сергея он же серене из гатчины ставьте лайки подписывайтесь смотрите другие мои видео про еду и далеко не только про нее всем пока там Продолжение следует...